Обострение в Карабахе. Азербайджан заявил о контртеррористической операции. Силы службы госбезопасности Азербайджана заявили о проведении вынужденной антитеррористической операции в окрестностях поселка Гадрут в Нагорном Карабахе. Ее провели для вывода армянских отрядов. Об этом гласит совместное заявление ведомства и Минобороны республики. В нем отмечается, что после подписания соглашения о прекращении огня, в лесах к северо-западу от поселка Гадрут остались армянские вооруженные отряды. Армения обратилась к командованию миротворческого контингента России для помощи в выводе этих отрядов. Российские миротворцы обращались к спрятавшимся в лесах армянским вооруженным отрядам, заявляли о том, что приняты все необходимые меры для их эвакуации. Они не покинули территорию, а наоборот создали боевые позиции, указано в сообщении. В СЭК подчеркивают, что эти отряды совершили несколько диверсий в отношении азербайджанских военных и гражданских лиц. В результате погибли четыре и были ранены двое военнослужащих, а также ранен один гражданский. Служба государственной безопасности Азербайджана была вынуждена провести антитеррористическую операцию, подчеркивается в заявлении. Баку также призвал Ереван обеспечить исполнение пунктов совместного заявления о прекращении огня в Карабахе. Напомним, главы Минобороны Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу провели переговоры на фоне обострения в Нагорном Карабахе. Как писала РБК Украина, президент Армении Армен Саркисян требует созвать в неочередное заседание парламента. Он заявил о нарушении азербайджанскими вооруженными силами перемирия в Нагорном Карабахе. Так, 12 декабря Минобороны России подтвердила факт нарушения перемирия в Нагорном Карабахе, о котором ранее заявляли в Армении. Инцидент произошел 11 декабря около 20 часов 40 минут в районе Гадрута. Азербайджан же заявил, что не нарушал режим перемирия в регионе.